Джедаи всегда были защитниками мира и справедливости в Галактической Республике. Орден расширялся на протяжении тысячелетий, несмотря на многочисленные испытания, большая часть которых была связана с противостоянием ситам, носителям темной стороны силы. И в этом видео я расскажу вам о пяти величайших убийцах ситов всех времен. А начнем мы с человека, который сам, будучи ситом, сыграл ключевую роль в уничтожении целого Ордена, причем сделал это не на полях сражений. Именно по этой причине он не войдет в рейтинг пятерых, но рассказать о нем я считаю необходимым. Его имя Дарт Бэйн, легендарный владыка ситов. Бэйн понял, что под руководством лорда Каана и его братства тьмы, ситы отвернулись от истинной природы темной стороны. Их жажда власти разъедала Орден, разрушая его изнутри. С помощью манипуляций и хитрости Бэйн исполняет свой замысел, согласно которому лорд Каан хлопком в ладоши взорвал ментальную бомбу, в один момент уничтожив себя, находившихся рядом около ста джедаев и все братство тьмы. После этого Бэйн создает правило двух, гласящее, что теперь ситов будет лишь двое, учитель и ученик. Митра Сурик Митра Сурик, также известная как Изгнанница, рыцарь джедаи времен Мандалорских и Темных войн. Будучи падаваном, она решила примкнуть к реваншистам и вступить в войну с мандалорцами, вопреки решению Совета джедаев, за что впоследствии была изгнана из Ордена. Изгнаннице удалось победить всех троих Темных Повелителей Ситов, Дарта Нихилуса, Дарта Сиона и Дарта Трею и остановить истребление джедаев. По окончании Темных войн спутники Сурик, которых та обучила путям силы, восстановили Орден джедаев, в то время как она сама отправилась в незведанные регионы на поиски ревана. Сатель Шан являлась прямым потомком Бастилы Шан и Ревана, легендарных джедаев, которые сражались в Гражданской войне против Дарта Малака несколько столетий назад. После получения ранга рыцаря-джедая, Шан приняла участие в битве за Альдераан, который подвергся разрушительному нападению Малгуса. Несмотря на противостоявших ей опытных и могущественных ситов, она быстро изменила ход битвы, убив не менее шести противников и напав на Малгуса. Ее своевременное вмешательство дало оставшимся силам республики возможность перегруппироваться и возобновить атаку. В ходе боя Сатель продемонстрировала редкую способность поглощать энергию, остановив световой меч Малгуса голыми руками. В это время ей на помощь подпишил командир отряда Мальком. Он оттолкнул Малгуса в сторону и использовал гранату, нанеся себе и ситу значительный урон. Пользуясь моментом, Сатель отбросила лорда ситов к волну и отправила следом волну силы. Тем временем оставшиеся войска ситов были побеждены. Ишан наблюдала за командиром, отправившим в воздух сигнальный огонь, знаменующий победу республики. Джейна Соло. Мастер джедай и член Высшего Совета Нового Ордена. Родилась семья Хана Соло и принцессы Леи Органы. Когда Южань Вонги вторглись в галактику, Джейна присоединилась к вооруженным силам Новой Республики. В течение всей войны она постоянно находилась на линии фронта. За отвагу и целеустремленность ее дядя, Люк Скайуокер, назвал ее Мечом Джедаев. От руки Джейны пали около 10 ситов, троих из которых она убила на планете Дромунд Каас во время нападения отрядов ситов-мечников. Также Джейна Соло сразила нескольких ситов при битве за Корусант, хотя и сама получила серьезные повреждения. Убитый ею сит упал на Джейну и раздавил ее тело, сломав ребра, но Соло продолжала сражаться, поддерживая себя силой и отразила еще несколько атак. Вероятно, самым драматичным моментом в жизни Джейны можно считать ее поединок с Джейсоном Соло, который пал на сторону тьмы и стал лордом ситов Дартом Кейдусом. В дуэли на световых мечах она была вынуждена убить своего брата-близнеца на борту звездного разрушителя Энакин Соло. Люк Скайуокер. Мастер-джедай и гранд-мастер нового ордена. Он был одним из величайших джедаев, которых когда-либо знала галактика. По мере совершенствования, Люк стал великолепно владеть всеми семью основными формами боя на световых мечах, а также развил мощные способности в силе. Хотя Люк получил мало подготовки, он стал исключительно искусственным джедаем в бою, что сделало его одним из самых смертоносных дуэлянтов на световых мечах из когда-либо живших. Именно его природные и беспрецедентные способности благоприятствовали развитию его навыков даже без учителя. Жизненный путь Люка проходил в бесконечных битвах и поединках, в которых Скайуокер убил по меньшей мере 10 ситов. Он был необычайно одаренным дуэлянтом, и в поединках с ним потерпели поражение сильнейшие лорды ситов того времени, Дарт Вейдер и Дарт Сидиус, темные леди ситов Люмия и Аларис Рея, а также королева темного улья Ломи Пло. Реван. Человек огромного масштаба, который не был ни джедаем, ни ситом. Напротив, он был просто тем, кто старался всегда делать то, что правильно. Вероятно, именно Реван должен считаться величайшим убийцей ситов всех времен, поскольку его отрыв от ближайших соперников просто поражает. Хотя точное количество сраженных Реваном ситов не установлено, однако с учетом битв на Кори-Бани и Звездной Кузнице, речь может идти о более чем сотне убитых ситов. А ведь когда-то он сам был Великим Темным Лордом. Но Орден Джедаев сумел стереть ему память и внедрить в него новую личность, чтобы использовать для собственных целей. В скором времени Реван отправился на поиски Звездной Кузницы, гигантской автоматической верфи, с помощью которой Дарт Малак, Темный Лорд и бывший ученик Ревана, вел войну против Республики. Во время своей миссии, Ревану вначале удалось победить Дарта Бендена, ученика Малака, а после он сошелся в поединке за судьбу Галактики с самим правящим Темным Лордом. Они бились на смотровой палубе Космической Станции, а за панорамным стеклом тем временем бушевало сражение между защищавшими Звездную Кузницу истребителями Ситов и кораблями Республики. Исход поединка завершился в пользу Ревана, который победил Дарта Малака, после чего флот Республики уничтожил Звездную Кузницу, закончив битву и войну. Друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы всегда первыми смотреть новые видео по вселенной Звездных Войн. И да пребудет с вами сила!